В Зелёной Роще в Красноярске появится футбольный манеж, каких по всей России присчитать по пальцам одной руки. Сегодня глава края Лев Кузнецов побывал на стройплощадке и удивился, до чего дошли современные технологии. Оказывается, работу красноярских подрядчиков контролируют канадцы по видеосвязи через интернет. Веб-камера где у нас? Их три веб-камеры. Две вот там стоят, и одна вот там будет. Вы наведите с 10 сентября, чтобы мы их посмотрели. А посмотреть уже есть на что. Сегодня строители футбольного манежа отчитались перед губернатором. Спорт-объект в четыре этажа на 3000 посадочных мест в Зелёной Роще уже почти готов. В сентябре планируют достроить административно-бытовой корпус и начать укладку поля. Эту стройку Лев Кузнецов взял под личный контроль. По его твёрдому убеждению, условия для занятий спортом должны быть созданы для всех. Это всего лишь четвёртый в стране, а в Сибири у нас только в Омске и в Новосибирске есть. И учитывая, что мы активно по отношению к другим видам спорта развиваем футбол и профессиональный, и массовый, то для нас этот манеж очень важен. Строительство крытого манежа, по словам губернатора, это ещё и уникальный опыт для красноярских строителей. Здание возводится по новой технологии, наших подрядчиков консультируют партнёры из Канады. Лев Кузнецов поручил организовать на этом объекте ещё и практику для студентов СФУ. Но, пожалуй, больше других открытие футбольного манежа ждёт команда Красноярского Енисея, говорит директор клуба. В этом году график весенне-осенних игр изменился, и, к примеру, в марте или в ноябре спортсменам приходится тренироваться на открытом стадионе, что называется, под снегом в шортах. На новой площадке играть будет комфортно и не только потому, что теплей. Тут само поле будет похоже на натуральный газон. А тренироваться здесь могут не только профессионалы, но и любители. В первую очередь это молодое поколение здесь будет заниматься. Это школа, 500 ребятишек и мальчишек и девчонок футбольного клуба. И всё футбольное сообщество нашего города и края будет на безвозмездной основе здесь заниматься. Ну и населению будем предоставлять. Будут различные залы, различные секции, чтобы могли приходить не только футболом заниматься, но и другими видами спорта. Жители Зелёной Рощи за строительством манежа наблюдают уже год. Говорят, ребята во дворах уже заждались открытия. Конечно, нужно, чтобы было где заниматься. Кому? Кому. Молодым, старым. Всем, кто любит спорт. Всем, кто любит попинать мяч. Любит попинать его не на асфальте. Строительство манежа идёт за счёт федерального и краевого бюджетов и закончится осенью 2014 года.